Всем привет, дорогие друзья! В общем-то, с вами Михей. Сегодняшний ролик будет очень интересным, но перед этим я хочу измениться за прошлый ролик, по крайней мере, звук с микрофоном. Немножко у нас были проблемы, но извините, пожалуйста, вроде как в этом ролике мы исправились. Я хочу сказать вам то, что если вы будете лайкать, комментировать эти ролики, проявите настоящий актив, то, что вам реально интересно, что мы стараемся, постоянно снимаем контент. Мы к лету с Марком кое-что сделаем. Марк, если что, мой оператор, вот его инстаграм. Мы сделаем очень одну интересную штуку, которую вы узнаете ближе к лету, и видосы будут выходить чуть ли не каждый день, поэтому я прошу вас скинуть видос своим друзьям, маме, папе сказать, вот смотрите, какой крутой челик. Вы спрашиваете каждый ролик, какие у меня самокаты, у меня дома довольно много запчастей, кстати, про это тоже можно снять ролик, какие у меня запчасти дома. Сегодняшний быстренький скутерчек. Руль мой любимый, Тилцентри, грипсы, Оди, зажим, прота, мой классический, вилка, Чаби, колеса Норд, Дека Норд, Норд Хорайзен, промодель Джон Девренда, 54,5 на 5,7, короче, 21,5 на 5,7, 5,75, о, чуть меня не захотели. Руль 69 на 58, мой рост 176, наверное, штаны Марио. А теперь к ролику. Сегодняшняя тема нашего ролика это топ 5 прочных рулей в стрит, которые бы лично я из своего личного опыта рекомендовал бы вам взять. И пятое место это руль Этик Дайнасти. Этик Дайнасти бывает в габаритах 72 и 68. Руль O-образной формы, в принципе, французский, но также можно на нем кататься, вообще, мне кажется, везде, как и в парке, так и в стриту. Руль Дайнасти можно рекомендовать и профессионалам, и новичкам, потому что он не тяжелый и не легкий, то есть у вас будет сбалансированный самокат, а это важно. Когда я начинал кататься, я катался полтора года на руле Этик Дайнасти, и он у меня просто миллиарды раз падал на ручку, потому что тогда учился только мэнулы. Этот руль показал свое, что он не погнулся, внимание, он не погнулся и не потрескался за свои полтора года, и это было максимально просто круто. Чуваки, это лично мое мнение, я не рекомендую к покупке, не покупке, это просто мое мнение, что брать, что не брать. Это мой взгляд, у каждого свои взгляды, поэтому если наши взгляды не зашлись, то напиши свои топ-5 рулей в комментарии, и я по лайку, потому что мне интересно посмотреть на вашу точку зрения. А мы к четвертому месту. Четвертое место у нас занимает руль Этик Тенасити. Этик Тенасити это один из любимых рулей Андрея Вашкина. А Икс, привет тебе. Надо снять совместный ролик, да. Формула этого необычного руля в том, что он очень легкий, очень прочный, и еще и большие габариты. Как по мне, этот руль максимально необычен тем, что у него утолщенные стенки внутри, которые внешне выглядят как обычный руль. Лично я катался у Андрея на самике, и мне очень заходил этот руль, и я сам местами подумал взять такой же руль, но что-то как-то, наверное, просто руки не дошли, а так бы я на нем 100% катался, мне нравится этот руль. Пошлите к третьему месту. Итак, третье место у нас открывает Сил Тригит, очень похож на Этик Тенасити. Мне было очень сложно, на самом деле, разделить третье и четвертое место. Плюс его, что он алюминиевый, у него утолщенные трубы, тем самым дает себе прочность. На этом руле катается Никита Русаков. Привет тебе. Я думаю, вы знаете, как он круто катается. Типа катается он реально мощно, парень молодец, красава, ставлю лайк. Этот руль показывает свою прочность на том, что катается Никита, как он гасит на нем. Тем самым видно то, что этот руль очень прочный и стоит своих денег. В принципе, все, ко второму месту. Второе место открывает один из моих любимых рулей на Тив Три Каст. На этом руле катался сам месяцев 7. Взял его себе в Росик Торшопе, кстати, ссылка на Росик Торшоп тоже в описании, там много крутых рулей из моего списка. Кстати, почти все, или все, все, чувак. Это круто. На этом руле катался 7 месяцев. Сколько у меня падал на ручку. Он у меня немножко погнулся, но погнулся он у меня после того, на съемках для Росик Торшопа «Карбоновой кометы». После съемок я оставил свой самокат просто банально лежать и проехала какая-то ненормальная женщина, которая проехала по моему самокату, и у меня погнулась капелька ручка. Она просто скрылась с места преступления и послала нас. Леша Птичка сфоткала ее номера. Мы вызвали гайцов, они приехали, все решили. И знаешь что? Мне заплатили за моральную компенсацию 250 рублей. Ну и мы сказали, что мы приписали еще деку, еще шкурку, еще рулевую, что там рулевая начала плохо крутиться, ну... А она это типа специально что ли сделала? Да, она специально, чувак, смотри. То есть вот представь, я на своей тачке, я вижу, она что-то проходила, она вот так проходила, и то есть видела, самокаты лежат. Она могла спокойно объехать, выезжая с парковочного места, и было бы удобно ей объехать, как минимум. Но она решила такая... Ха! Да, хуй! И он немножко как-то погнулся. Но самое главное, знаешь, что, чувак? Передний и задний бампер, когда она проезжала, и самокат вот так вот поднимался, так его расквасило нормально. Хоть как. Так что руль лично я рекомендую к покупке. Я, может, мне самому иногда хочется просто вспомнить и снова взять этот руль, потому что он мне очень нравится. Ну, посмотрим, как сложное обстоятельство. Может, возьму себе его еще раз, потому что это крутой руль. Продал я его, чтобы, знаете что? Чтобы рассказать вам про руль с первого места. Первое место у нас открывает мой любимейший руль Tilt-Centry. Вот этот вот руль Tilt-Centry, это мой же четвертый Tilt-Centry. Прошлый я просто менял или продавал, но только один, мой первый Tilt-Centry. Что с ним было? Он был у Васи Баранова, я купил у него. Потом он до этого был у Ильи Ермакова. Я на нем катался, кидал, месяцев семь на нем катался точно. Подвелил его там, шкурил, не шкурил, красил, не красил. Потом он у меня капельку треснул в ручке. Вот тут он треснул. Я написал об этом в беседу МНС Минских Скутер Фэмили, типа просто беседа самокатеров минских. И чел предложил обмен на другой руль. Я сказал, ну трещина, ты понимаешь, трещина. Говорит, да, хорошо, мне пофиг на эту трещину, сломай, так сломай, ничего страшного. У меня второй руль дома лежит. Поменялся, и только потом, через полгода, он мне скидывает фотку, как он сломал этот руль. Еще у меня одна была проблема с рулем Tilt-Centry. Это руль какого-то чувака у меня тоже был. Как-то перекупленный, перемененный на все, что угодно. Это его одна брак штука была, что он немножко погнулся в штоке, но это никак не мешало. Кстати, на нем до сих пор катаются, и все круто. Почему я рекомендую вам Tilt-Centry? Потому что его прочность очень дает о себе знать, тем более в стриту. Выглядит он тоже круто. У него есть бэксвип, и на нем, вы знаете, катаются многие райдеры, как Костя Козлов. Очень много людей даже не смогу перечислить. Максим Бузита, если я даже не путаю, вот тоже на нем катаются. То есть руль дает о себе знать о своей прочности, и явно его стоит брать. Руль изначально идет в габаритах 71 на 61, то есть габариты для большого папы. Я подпильнул для себя, как я сказал уже в начале ролика, 69 на 58. Бэксвип тут 5 градусов или 3, я точно не помню. Извините меня, пожалуйста, мне... Я реально не помню. Лично по моему опыту рули Tilt хорошие, потому что у меня уже не первый руль Tilt, и реально показывают то, что они стоят своих денег. Покупать, не покупать, это уже ваше дело. Лично мне этот руль нравится. Я буду еще на нем кататься. А на этом хочу сказать спасибо большое каждому. Пожалуйста, проявите активы над этим роликом. Напишите свою топ-5 рулей. Мне будет интересно реально почитать на ваше мнение, сравнить со своим мнением. С вами был Михей. Всем удачи, всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok